1 числа ты заехал. Какого мы взяли в плен? 17-го? Нет, 26-го, кажется. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще попал в вооруженные силы Российской Федерации и как так произошло? Изначально я хотел подработать. Думал уехать на севера, где нормально. Плюс я развелся. КБ один, получается, остался. В интернете посмотрел, что есть военные службы, которые на серверах служат, хорошо зарабатывают. Но к месту не был привязан, поэтому решил сходить. Майн-команд пришел, они сказали, да, на север можно уехать, но хотите вы на Украину поехать, а то там война идет. А сроки когда это было? Конец 5-го месяца. Май, да? Конец мая. И они говорят, ну там не обязательно воевать, там есть еще другие части. В итоге повезло на то, чтобы поехать на БТР, раненых отвозить. Ну плюс говорили, там не боевые, ничего, а скромные, хорошо заработаете. Ну потом подумал, просрочки погашу свои, сколько там, за пару месяцев уже. Ну и отойду там. На три месяца я подписал контракт. А когда уже на сортировочный пункт, когда приехали, там через пару дней, выяснилось, что оказывается туда меня не берут, потому что там мест нет. Либо пехота. А что такое сортировочный пункт? Туда приезжает... Ну, привезет много людей с разных областей. И там постарение. Говорит, кто, куда хочет. Здесь вот танковые. Танковые никто не хотел, потому что боятся очень жевелинов. Ну и я в танк тоже не хотел, потому что жевелины как-то... Тем более это машина для убийства, и считается не райных же увозить. В пехоту не хотел точно, потому что людей стрелять, да и никогда не стрелял вообще. Ну и согласился наводить с него танка, потому что они сказали, два-три месяца, кто сюда приезжает, дальше второй фронта не пускает. Ну, по всем так говорили. Ну, подумали, нам сказали, месяц с обучением будет. В итоге пару недель нас обучали. Ну, может, плюс-минус там. Какой КМБ у российского солдата? Как это происходит? Что? Ну, курс молодого бойца. Как он происходит? Показывают, как разбирать автомат или что это? Нет, ничего такого не было. Показали только мины, на которые можно наехать, и которых нужно опасаться. А так стрелять, только вот когда автомат выдали, все сконсервироваться давали. То есть, все грязное, у многих порванные вещи. Что это не сконсервация, видимо, был уж надо давно. И ты смотришь, там минимум 10 лет у вещей, у всего. Ну, деваться некуда, все одевались. Даже мешки до сих пор со временем. Знаете, такие вот мешочки. Веревочка перевязывается обычно. Веревочка, наверное, с тех пор осталась. Ну, вот, по пехоту я ничего не скажу. Я их даже не видел. Могу только вот про танковских, которые у нас готовили. Ну, расскажи, пожалуйста, как это происходило. По твоей оплату. Я так понимаю, что ты... Извини, я тебя перебью. Ты на гусеничной технике до этого не ездил совсем? Нет. Только на легковых. Полностью на всех машинах, ну, только на легковых. Вот. Обучали. Неделю симуляторы, неделю на практике. Ну, состояние танков, скажу, что было плачевное. Нам три танка пригнали, чтобы кататься, обучаться. И два из них сразу сломались. Очередь была большая. Там минут 15-20. Каждый покатался каждый день. Вот. И все. А танк я ничего не знал. Знал только вот, как ехать вперед-назад. Ну, и все. А уже основное, что танка касается, как менять фильтра тонкой, очистки грубой. Как что там разбирать, чтобы перекурить его. Ну, и многих там мелочей много. Это по пути пока сюда ехали. Танки ломались. Мы вот чинили там и ночью там. Вот. Танк ломается, просто бросает этого человека. Говорит, чините и уезжает. Если какие-то там не сможете починить, тогда уже говорите, к вам кого-то вышли. Вот. Пока вот долго сюда добирались. Когда вот сюда добрались. В Украину? Да, в Украину. А как ты заезжал в Украину? Ну, мы... Нас привезли долго на поезде. Везли. Ну, под Белгород куда-то. И оттуда самоходом уже выехали. Колонной? Да. Опять же, плачевное состояние танков, вам сказали, в идеале привезли танки. А привезли. Половина из них как минимум не в состоянии были ехать. Выехала только половина. И а то в этом половина хоть что-то да не работает. Только приборная панель, у кого связь внутри не работает. Ну, в такой сфере. У кого там сиденье не регулируется. А это для танка там важно, что не сможешь подняться там выше люка. Все время через триплексы. 300 километров там больше. Крайне тяжело. Когда вот сюда приехали, переночевали. И вот когда переночевали, мы поняли, что мы вот не на втором фронте, а на первый фронт. Бои идут уже. Ну, даже апланты не успели нас в танк. Все. И поехали. Выехали... Ну, по сути, повыгрывал минут пять. Как бы смешно ни было. Но где-то вот только выехал. Передо мной и танк взорвался. Видимо, на мину наехал. Потому что там с землей все разлетелось. И я вот так вот свернул. И нас с ракетницей подорвали. Вот. Благо, что... С РПГ ты имеешь в виду? Я не знаю, что... Ну, противотанковый какой-то, да? Благо, что у нас не полная БК, я видел бы. Иначе бы точно бы задетонировал. Княжка в верхней броне прижала. По симптомам медики сказали, что у меня была контузия. Я два дня не мог даже выше колена подняться. У меня тошнило. Я шлепался. Вот. Отполз. Ну, ты выбрался из танка, да? Да. Я даже с... Ну, то, что очень плохо было. И даже среди этого я понял, что у нас просто... Нас взяли, бросили на убийство, чтобы посмотреть, с какой стороны стреляют. Ну, это некая жесть, бесчеловечно. Тем более, из экипажа только я остался в живых. Какой танк был? Т-80. Т-80? Да. Это считается хороший танк? Ну, там считали хороший. Ну, пока сюда ехали, оказался не очень хороший. Ну, непрактичный. Да, он там, говорят, о любом топливе ездит. Говорят, что не залей. Называют летючий танк. Это правда? Ну, потому что у него двигатель от вертолета стоит. И очень шумный. Ну, только я это могу о нем сказать. А дальше как развивались события? Ты выбрался из танка? Честно, я мутно все помню. Но что я помню, что у меня как-то так вот, хоп, и ночь настала. Хотя вроде утром выезжали. Ночью я решил отлежаться. Днем хотел вернуться, а не знал куда. Понял, что я, получается, на украинской стороне полностью нахожусь. И к нам никто не подъехал. Ничего. Ну, нам рассказывали, как сильно издевается над пленами. Потом убивает все равно. Три гранаты у меня были. Хотел себя подорвать. Усик я рожал, но не смог. Ну, троханул или еще что-нибудь. А когда решил сдаться. Ну, это опять уже мощно стало. А как тебя бойцы скалы, батальоны скала делают? Я вышел с белым флагом. Белый флаг родил мне белоснежная туалетная бумага была. Ночью как раз еще луна такая яркая. Хорошо видно было. Ну, командиру скала я совсем благодарен. Потому что, как я понял, у меня живут только из-за него. Чем больше я здесь находился. Ну, да, там допрос был. Меня потом отвезли вот уже к скале. Там у меня ребята уже выходили. И чем больше я там находился, с ребятами общался. Я понимал, что я жил в стране прямой фикции. То есть, тяжело осознавать, что вся твоя жизнь у меня 30 лет прожил буквально во вранье. Тем более, не так вот, просто люди там говорят, что не правда, а вот это правда. Мне уже говорили после того, как я сам уже видел где разваленное здание. Нам говорили, ни одна боба на гражданское не упадет. Солдат ребенка не обидит. Всегда ассоциации такие были. По факту здесь буквально все наоборот. Ну, что тут очень жесткие люди так рассказывали. А тут меня кормили тем же, что сами едят. Как бы отношение хорошее. Не били. Спрашивали только, почему вот ваших не хотят забирать. Якукак не хотят. Ассоциации под пулями, но заберет. Нет, мы даже вашим говорим, приезжайте, забирайте. Трогать вас не будем. Никто не приезжает. Ну, и потом уже и видосы ребята показали, которые на оппозиции послевских приходят. Погибшие лежат, а они уже там дома лежат. И их никто даже не сохранил. Естественно, украинцы придали земле. Ну, а с российской стороны никто даже не шевелился. Хотя, не знаю даже свой статус там, проба уже бесвестий или прогибший. Но мне само не интересно с этой стороны. Пока за мать переживаю, что сердце слабое. Вот так. А какая твоя сейчас роль в батальоне? Чем ты занимаешься? Я сам попросился, говорю, ребят, можно все-таки с вами остаться и с вашей стороны. Ну, у меня там проверяли по-своему. Потом все-таки доверились и разрешили мне там по чуть-чуть, по чуть-чуть то делать, то делать. Ну, я стараюсь максимально помочь. То есть, я, конечно, сам по себе больше в авиации. Потому что я здесь сам с отлетчиком. Буквально все знаю. Ну, только вот не практикал у нас на настоящих самолетах. Только вот пару месяцев на два полетал. Самолетов нет. Давайте, говорю, танки. Я хотя бы танки ему буду перенять, потому что я хотя бы этому научился. То есть, ты помогаешь с техникой, да? Вот я вижу, трофейная техника. Да. Которая остается после... Ну, бидоролика вообще не работает. Видимо, масло вытекло. Ну, она утечка сразу видна там под сырьевой. А так, даже с опущенной. Я уже покатался туда-назад, что хотя бы она на ходу. Так же и там БТР и другие танки, которые там видели. Там козырел на ходу, не на ходу. Там есть смысл-то чинить. Непонятно. Только вот с этой стороны. Вот здесь вот люди с большой буквы. А там, там даже вот... Вот здесь вот военное подразделение, оно как семья держится. А там, как чужие. Мы вот даже дальше экипажа не общались среди ребят. Хотя у нас много было. Ну, более такое холодное отношение. Ну, все держатся только вот на патриотизме. А ты сам, ты из какой части России? Я сам из Екатеринбурга. А, Екатеринбург. Стрела для тяжелой техники, чтобы можно было вытащить его откуда угодно. Ковш, он для... Некоторые, для пехотного правила даже могут использовать. Поднять его, не много. И идти вперед. А они как раз закрывают гусеницы, что ракетницы не смогут сделать. И как раз все пули отходят. Ну, по крайней мере, мелкокалиберные. Или средние даже. И как инженерные войска уже идет вооружение. Ну, так же могут и рыбу себе выкапывать под нее. Так же разминирование. Пошу. Уронил и пошел. Многоцелевые. Для чего придумаешь, для того и делают. Вursы. П Clerk, дом, дом, дом. Поехали. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...